доброе утро дорогие друзья 65 10 9 9 и 6 прямой эфир у нас гостях максим орловский директор компании открытие капитал доброе утро макс доброе гости нас очень интересные мы успели пообщаться до открытия на рынке с 94 года поэтому пишите задавайте нам вопросы звоните нам прямой эфир еще раз телефон студии 65 10 9 9 и 6 и гость наш максим орловский максим вот вы то что успели с вами пообщаться до начала я кое-какие вещи записал поэтому начнем принципе с главного ваш приход на биржу вы сказали что почти 94 года расскажите это было очень случайно я пришел к другу навестить его когда у меня был отпуск на основной работе и в общем то мне это понравилось в первые же наверное пару часов я заработал каких-то денег которые были сопоставимы с моей месячной зарплатой наверное вообще в принципе не зная ничего мое представление обиджи тогда было сформировано наверное все таки фильмами и я делся довольно прилично туда а в то время там торговали ваучерами ходил много людей которые были в общем то одеты скорее повседневно или как на рынке где-то вот вы можете встретить в субботу воскресенье людей ко мне подошел просто точно такой же человек выделивший выделивший меня из толпы и спросил где можно приобрести там вот эти ваучеры у него был чемодан с деньгами эта операция несложная принесла какие-то комиссионные доходы которые были достаточно велики тогда ну и соответственно все пошло дальше концу месяца уже моего отпуска мне уже не было смысла возвращаться обратно я уже работал на новом месте и занимался уже практически ценными бумагами не скупкой скорее торговлю же да непосредственно начинали именно непосредственных истоков на бирже да так и было и как потихонечку произошли ваши перемещения именно в сторону уже такой более агрессивная торговлю без комиссионных через какое-то время как вы помните ваучеры исчезли а остались бумаги пирамид и не очень честных корпораций в основном настоящих акций тогда торговли еще в общем-то биржевой и не было рынок какого только зарождался следующие 6 или 7 месяцев я проработал в банке занимался там манимаркетом и после кризиса наверное это был кризис девяносто пятого года этот банк начал умирать лопаться да я пришел на работу к одному из клиентов банков где следующие три года занимался в основном облигациями это были государственные облигации гк это были питерские облигации и якутские облигации там благополучно в девяносто восьмом году весь этот портфель был благополучно продан это был мая месяц июнь месяц после того как россии был предоставлен очередной транш помощи вот так что кризис я встретил в деньгах чувствовал себя прекрасно а как принципе вот обычно кризис всех застегает расплох кроме трейдера трейдер немножко другое у тебя более тяжелая работа ты портфельщик и просто так принципе принять решение выйти из портфеля это не так все просто даже если ты говоришь удачно и благополучно на чья как трейдер некоторые вещи просто не поверю потому что очень тяжело человеку которого как бы портфель вот поэтому я бы хотел и я уверен что радиослушатели тоже хотели знать что сподвигло тебя притом ты мне я еще записал что ты еще седьмому году был готов к кризису мы еще у нас впереди получается 9 лет до 2007 года поэтому давай поговорим о девяносто восьмом что тебя сподвигло на то чтобы действительно принять решение выходить кто-то может прочувствовал или не считал решение в принципе было принято еще в конце девяносто седьмого года что нужно не было понимания того что государство не будет платить по своим обязательствам было понимание того что на тот момент резервы центрального банка составляли около 10 миллиардов долларов из которых наверное 4 миллиарда были иммобилизированы в слитках золото серебро там платина это не раскрывалось объем рынка гкс составлял почти 70 миллиардов долларов и даже если предположить что 35 процентов держали госбанки все остальное в частности это было да это были хедж фонды какие-то фронте которые работали на frontier markets физические лица компаника которые в общем то не верили в рубль торговый баланс не способствовал укреплению рубля и было понятно что это все держится на волоске вопрос был только когда выходить может быть где-то выход был чуть раньше хотя в общем то я не жалуюсь тогда все было прекрасно по сути дела фундаментально экономически я имею в данной ситуации фундаментальные это именно больше экономические составляющие да как раз тебя и сподвигли на то чтобы выйти из портфеля в общем то да и в дальнейшем и сейчас все это строится именно на этом возможно где-то ты сможешь не дозаработать может быть будет еще пропустить какое-то ралли вопрос в том что когда начинается обвальное падение у меня еще не было такого случая чтобы я застрял чтобы я не был к этому готов чтобы у меня не было значительной доли кэша вот давай теперь поговорим о двухтысячных девяносто восьмой как вот например хорошо девяносто восьмой в принципе он был коротенький год да на самом деле все очень быстро стихийно произошло хоть я в принципе не был в россии но я читал статейки он стихийный год был очень быстро все произошло и по сути дела девяносто девятый двухтысячный там абсолютно другие игры опять пошли в россии есть один большой плюс у русских людей они очень быстро забывает плохое очень на самом деле и очень быстро и вовроде забыли очень быстро забыли кризис и дефляции дефляции все остальное поэтому как ты зашел новые 21 век что касается входа не было такого понимания значительного чтобы представить все таки как все произойдет в реальности было что-то вот из книжек почерп подчерпнута россия находилась тогда в таком состоянии что вначале было очень страшно что-либо покупать согласно книгам иностранные кредиторы должны были порвать страну на части должны были арестовать все валютные авуары недвижимость но ничего этого не произошло наверное вмешательство ельцина наличие там ядерной кнопки желание все-таки вытащить россию из той ямы в которой она оказалась и не дать ей скатиться обратно в коммунистическое может быть прошлое заставили поумерить аппетиты кредиторов со всеми договорились в конечном итоге и вот здесь начинается в девяносто девятом году начинается конечно сумасшедшее восстановление ряд облигаций в следующие три-четыре-пять лет выросли в 20 раз стоимость государственных облигаций тогда частных облигаций было не так много хотя в общем то мы помним что тогда государство даже дала индульгенцию и частным компаниям не платить приняв удар на себя хотя в общем то лукойл допустим заплатил до акции тогда стоили очень дешево большинство акций седьмого года подешевела в 20 30 или 40 раз там норильский никель стоил минимуме пол доллара после того как было понятно что все страшное позади уже открылись хорошие возможности для для покупки многие западные инвесторы которые приходили сюда убежали и боялись что-либо сделать а здесь было действительно фантастические времена вы могли покупать акции дивидендная доходность которая была 40 процентов таких акций был крайне немало крайне немало конечно и ставки были высокие вклады по моему сбербанки когда были на уровне 60 процентов в рублях но и мы не забываем что в тот момент все-таки нефть еще стоило дешево и дальше с одной стороны прекрасная конъюнктуры для россии складывается следующие восемь лет когда постоянно растут и нефть и металлы все чем богат запасов да газы все остальное все это хорошо росло идет переоценка и соответственно государство вошедшие в новый век с огромными дырами вдруг начинает богатеть вместо огромнейших долгов появляются огромные огромные запасы наличности вот мы приходим уже к восьмому году с более чем шестиста миллиардами долларов валют на лизе вот переоценка дорогие друзья у нас очень интересный гость как вы уже слышите по первой 15 минутки максим орловский директор компании открытие капитал максима и поправь меня если не прав под 700 миллионов долларов в управлении пока да в районе потихонечку будем врасти дорогие друзья у нас перерыв на новости телефон студии 6 5 10 9 9 и 6 у нас прямой эфир или вопросы нами финам . fm услышимся через несколько минут еще раз доброе пятничное утро прямой эфир охота на герчика 6 5 10 9 9 и 6 в гостях у нас максим орловский директор компании открытие капитал еще раз максим доброе утро доброе утро вот заход в 2000 21 век как вы его встречали ну естественно с кешем да это было какое какое-то время наверное было использовано неправильно боясь того что все-таки часть активов россии потеряет заставляла деньги держать в общем в ячейках в наличном виде и только когда было понятно что россия будет спасена вот тогда уже начался вопрос куда куда инвестирует чтобы когда для вас этот вопрос был снят повестки я наверное это уже конец 99 года и конечно же смена президентов а как как какие параметры вас именно заставили увидеть это что на самом деле идет входа в новую фазу в тот момент наверное только сообщение о том что где-то там госдеп кого-то убедил не делать каких-то вещей и то что в течение целого года не было проведено никаких арестов основных счетов основных банков кто-то где-то с кем-то договаривался прошел год россии существовала иностранные активы как астана как были так и остались за ректным исключением когда какие-то господа преследовали на протяжении долгих лет российская федерация так целом рынок начал нормализовываться хотя цены на нефть наверно все-таки были минимуме в девяносто девятом году вот дальше потихонечку началось какое-то восстановление и было понятно что восстановление пойдет не было понятно насколько это будет быстрым и представить тогда что цена на нефть вырастет 15 раз за следующие 7 лет это конечно было невероятно но это действительно на самом деле ни один фундаменталист я уверен бы такую ставку не ставил конечно и по сегодняшний день когда это произошло никто и объяснить то не может толком почему это произошло вроде не сильно много в мире поменялось цена все равно держится на уровне в десять раз выше цен 90 конца 90-х годов когда баррель нефти сто там от 10 до 12 долларов совершенно верно тогда очень многие считали что одни споры были что не будет 7 долларов другие говорили нет там перспективе 17 вот где-то так 20 считались уже за облачь это очень круто считалось да очень круто считалось и тогда вопрос когда вы начали покупать это как осторожно это происходило наверное это все началось в начале с акции облигации начали покупаться приблизительно в конце девяносто девятого года и более массированно наверное уже весной двухтысячного года в принципе вы не так сильно и задержались то но в целом за этот год те кто рискнул мог заработать может быть увеличить свой капитал в пять в семь раз за год но ты же понимаешь что когда после такой ситуации это нормальное явление для любого человека просто на уровне человеческого фактора это вот не имеет значения облигации ли трейдинг это или дэй трейдинг когда человека слава богу что тебя не побило а представляешь что 80 процентов людей а если не больше принципе пострадали на этом действительно при том пострадали не только люди кто там на рынке ценных бумаг было пострадали и простые смертные у которых были там маленькие бизнеса которые вкладывали деньги например в товар или еще вот и это просто за один день переставало стоить каких-то денег поэтому принципе для тебя это и прошло стороной образно миновала стороной может быть но это одна из ошибок конечно это то что та возможность которой было она не была использована макс но это же ты постфактум говоришь конечно понимаешь если бы действительно все знали что пройдет 2008 потом начнется 2009 я очень часто в эфире рассказывал историю это правда на самом деле когда в период восстановления то в начале 2009 года у меня были две позиции при том компании фундаментально были очень сильные вот приблизительно как ты начал рассказывать о норильском никеле у меня были две бумаги покупал их по пол доллара при этом покупал потому что они технически неплохо выглядели фундаментально очень сильно и когда они в несколько раз выросли за период там буквально несколько месяцев при том фундаментал действительно был очень сильный одна из этих компаний это была компания доллар дженерал это компания которая в пятерке самых крупных лизинговых автомобилей автомобильных компаний в мире то есть с оборотами в миллиарды долларов и когда они выросли несколько раз я продал потому что это было очень круто и очень быстро на сегодняшний день одна из компаний которая там стоила 50 копеек я покупала сегодня стоит 90 долларов а другая компания которую я покупал по 50 копеек и и вы купили по 39 долларов естественно постфактум мы принципе становимся умными вот за день день там ртс заработал 5000 пунктов а я заработал всего тысячу это же принципе на следующий день я считаю что если ты смог зайти на рынок как бы это не мы не 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 в таком возрасте чтобы хвалить друг дружку но если ты действительно зашел на рынок вот сразу принципе после такого очень сильного катаклизма хотя все говорили ой пока мы вылезем это столько лет займет и ты практически на следующий год уже стал закупаться значит действительно понимал то что ты делаешь я надеюсь что что тогда понимал они прошло 12 лет прошло 12 лет ты остался в рынке и до хорошей должности это работаешь прекрасной большой компании значит что-то делал правильно главное конечный результат ты же знаешь вот ты портфельчик правильно ты себя считаешь портфельщиком у тебя например портфель довольно таки крупный у тебя он состоит из облигаций акции ты мне рассказывал там 90 процентов облигаций и 10 процентов образно акции плюс я уверен ты уже наверно научены восьмым годами и девяносто девятым ты практически всегда какую-то часть держишь в кэше однозначно да конечно сколько это обычно 10 20 процентов по разному если говорить вот про текущий момент давай я перефразирую вопрос что тебя заставляет выйти чуть чуть больше в кэш или наоборот больше загрузиться в позиции чем правило в общем то достаточно простое чем выше рынке тем больше кэша нужно держать а что в твоем понятии слова выше рынке то есть какая у тебя идет отчетная от чего начинается отчет чтобы определить что это как бы рынке выше потому что смотри что что в принципе произошло мы резко сходили сейчас да там до 148 с половиной по ртс и сегодня мы уже сто пятьдесят два с половиной то есть любое падение выкупают да я наверно наверно так так скажу поскольку я не покупаю ртс я покупаю какие-то конкретные акции есть категория акций которые интересно дешево допустим газпром если газпром стоит 200 220 рублей значит я его продаю так или северсталь если она стоит 370 рублей она мне не интересно 400 рублей я начну открывать шорт там по 450 я буду увеличивать по 500 наверное это будет максимальная позиция в шорте точно так же и с акциям то есть газпром по 150 рублей он интересен по 200 рублей он индифферентен 250 сигнал 220 у меня не будет ни одной акции в портфеле вот это так так работает или мтс то же самое значит когда бумага стоила на уровне 14 долларов это было интересно я имею ввиду американской до расписки на уровне вот когда сейчас бумага выскочила за 20 долларов при той ситуации в которой находится компания было приятно открыть шорт давай тогда поговорим о том видишь то что ты говоришь это чистый фундаментал большей части это не большая часть за практически все фундаментал потому что так как допустим ты формулируешь свое выражение это по сути дела фундаментал то есть каждая цифра о которой ты говорил 150 газпром 220 газпром 400 северсталь они способствуют какой-то определенной цифры которую ты для себя рассчитал она интересна не интересно то есть давай по простому какими мультипликаторами да мы не будем там загружать наших радиослушателей потому что основном обычно наши радиослушатели это трейдерская среда очень мало на самом деле людей кто там понимает я сам их не очень люблю и беда буквалю и все остальное зашли тяжелое выражение потому что я видел много раз когда люди которые не разбираются фундаменталях так хорошо то как ты смотрят например какую-то компанию у которой например буквально например три доллара а компания торгуется 1 и и эту компанию образно скупают а потом в компании происходит катаклизм и образно и она банкротится это очень часто ситуация да вот расскажи что для тебя является как раз вот таким сигналом открывает шорт по 220 по газпрому примеру 220 не шорт просто все продается 250 давай тогда северсталь ты сказал 450 и 500 и будешь загружен по самое не хочу шартов будет много там что касается северсталь в первую очередь мы смотрим на сектор как он развивается что произошло за 10 лет там за 12 лет китай из какого-то небольшого там среднего игрока теперь производит половину стали в мире любой чих китая приводит к тому что цены на сталь падают момента при том очень быстро и много что еще произошло китай не обладая достаточными ресурсами не разработав ресурсы настроил столько мощностей что в какой-то момент это привело к тому что железная руда выросла в 5-7 раз коксующийся уголь вырос и все стали образующие составляющие совершенно верно но раньше те кто умел плавить сталь зарабатывали на этом 200 долларов а сейчас они зарабатывают максимум 10 долларов только плавка и ваша стоимость основная вы ли складывается в наличие руды или коксующегося угля в россии к этому еще что добавляется растущая инфляция растущие тарифы на железнодорожные перевозки по сути дела ничего не остается прибыли в общем то мало так и есть так и есть за пять лет цены на сталь 5-6 лет цены на сталь почти такие же а вот прибыли наших компаний с 200 долларов на тонну у интегрированных 200 250 сейчас скатились там до 20 долларов вот и все то есть по сути дела по сути дела сокращать расходы больше негде да не могут только увеличиваться что будет приводить образно к цена к падающему ценообразование потому что есть определенная маржа ниже которой ни одна компания будет работать иначе просто это будет на грани с убытком но как россия все-таки это не большой игрок на мировом рынке мы производим всего пять процентов стали внутри мы потребляем процентов 60 остальное того что да хотим мы не хотим нам нужно экспортировать чтобы загружать наши мощности чтобы это было более как-то эффективно ситуация происходит меняется очень быстро там новые предприятия все более технологично а наше предприятие находится посередине нашей страны нам ввести это что в европу что в азию стоит иногда в 10-15 процентов от от цены конечной продукции вы отдаете деньги ржд вы да и в основном отдаете деньги портам и сейчас ситуация такая что у стальных компаний почти нет денег северсталь стоит сейчас наверное 11 с половиной миллиардов долларов компании сопоставимые по объемам производства евраз стоит 5 миллиардов долларов магнитка 4 миллиарда долларов вот почему есть смысл допустим продавать эту компанию можно закрыться там периодически что делать делал закрывался против северстали магниткой это это стратегия которая в общем-то дала хороший сейчас выход но на мой взгляд состояние в китае любой чьих замедлений приведет к тому что эти компании будут чувствовать себя очень плохо да совершенно верно это когда просто во всем мире все прекрасно знают что есть определенная маржа ниже которой никто не пойдет потому что человек просто говорит когда ты приходишь покупать например что то что ты делаешь ты доводишь до такого состояния когда человек просто не может продавать потому что он ничего не зарабатывать или заработок настолько низа который не может перекрыть доходы до светок понял что по твоей составляющей Северсталь это как раз один из таких игроков она близка уже к такому состоянию вся российская металлургия практически там потому что в Китае и более дешевый труд и субсидии колоссальные государственные и денег в разы и более эффективные в принципе мощности которые были построены в последние годы а у нас до сих пор на многих наших предприятиях количество работников относительно современных предприятий в 5-7 раз больше это как армия количество офицеров просто неадекватно по сравнению с количеством солдат о Китае и о других фундаментальных составляющих мы поговорим с нашим очень интересным гостем у нас в гостях Максим Орловский директор компании Открытие Капитал прямой эфир 6 5 10 9 9 и 6 мы прервемся на короткий новостной выпуск дорогие друзья еще раз доброе утро мы снова с вами мы это Максим Орловский директор компании Открытие Капитал и я Александр Герчик в программе Охота на Герчика эфир прямой 6 5 10 9 9 и 6 еще несколько вопросов вот вопрос по поводу Китая так как ты фундаменталист и обязательно и многие российские компании делают серьезный бизнес с Китаем да у нас очень высокие цифры по товарообороту это не раз в принципе подтвердил президент и цифры скажут из года в год растут поэтому нельзя списывать этого игрока я в принципе цифры точно не знаю насколько допустим наш экспорт там зависит от Китая сколько всех заработанных экспортированных денег мы зарабатываем на Китае я такую цифру не знаю может ты знаешь здесь не совсем важно сколько мы зарабатываем на Китае важно что Китай является той страной которая формирует цену на наши ресурсы потому что 70% нашего экспорта это нефть, нефтепродукты и соответственно с каким-то лагом привязанный газ несмотря на то что газ в Китае не идет но в целом Китай как рынок в общем-то формирует цену на нефть последние может быть 7-8 лет и Индия тоже наверное в будущем Индия будет играть более значимую роль они развиваются быстрее чем китайцы может быть но доходы на душу населения все-таки там достаточно низкие и они не позволяют создать такой массовый рынок автомобилей а там же большая очень проблема по деторождаемости они Китаем гонят в течение 5-7 лет по идее да разница около по-моему около 10% сейчас разница в населении и они если за последние там несколько лет Китай подобрал n-ое количество то индусы подобрали n-плюс и через 5-6 лет я просмотрел цифры по-моему к 2020 году индусов будет больше чем китайцев они просто по сути дела экономика страны не успевает так быстро развиваться как растет население если в Китае есть какой-то например определенный регламент на деторождаемость в Индии его нет там не все родители наверное помнят даже имена детей так извини перебил тебя по поводу Китая но все-таки наша страна больше зависит именно от нефти и газа а вот отдельные компании они зависят как раз от той ситуации которая сложится в Китае Китай видите как в какой-то момент Китай убил допустим все производство магния в мире понастроив огромное количество заводов и сведя на нет к стоимости передела из сырья в конечный металл то же самое я уверен будет ждать и другие компании это уже произошло в меде происходит это и в цинке и это нас наверное будет ждать и в Титане вот это все мы увидим Китай дешевая рабочая сила дешевые кредиты субсидии все это позволяет держать маржу на минимальном уровне для того чтобы увеличивать занятость увеличивать ВВП ну если ты смотрел где-то по-моему буквально 7-8 месяцев назад выступление китайского президента он сказал одну вещь нас не интересует мир нас интересует Китай то есть в первую очередь китайцы будут все делать для того чтобы действительно обеспечивать он всегда свою страну самым дешевым люди говорят вот почему мы заходим в магазин и какая-то например сырьевая составляющая там образно помидоры стоит таких денег по одной простой причине потому что за все время существования например там Россия и Советского Союза там Россия и дореволюционной мы не научились что-то дешево делать у китайцев есть все технологии люди работают бесплатно плюс есть в принципе этот китайский тоталитарный режим который просто там да маленькая группа богатых людей поэтому китайский президент так и сказал нас не интересует абсолютно мир мы получили технологии как ты правильно сказал Титан то есть все составляющие с которыми они могут жить они до такой степени дешевые Китай три года назад еще объявил что они себя полностью как страна могут обеспечивать вообще им не нужно ничего даже абсолютно экспортировать но впереди будет наверное дальнейшее развитие Китая ведь уже Китай собирается строить самолеты он выходит на этот рынок ракеты уже были запущены в общем-то нет никаких оснований полагать что Китай не будет развиваться но но те диспропорции которые есть в экономике вот эти пустые города линии метро протянутые к пустырям в ожидании новых домов огромное количество вот инвестиций именно на рынок жилья не подкрепленные реальным спросом может привести к легкому коллапсику который приблизительно как раз был и на рынке недвижимости какой был в Америке 2006-2007 год и потом потянуло Россию в принципе всего с этого начиналось а ты в Китае был? нет собираешься? пока нет почему? но многие вещи на самом деле интересно побывав там ты получишь какой-то свой субъективный боишься нарушить мнение да очень многие люди которые не любили те или иные предприятия побывав на них влюблялись в них в эти огромные трубы просторы вагоны природы неважно во что смотря на сухие более адекватно ты не можешь посетить все страны ты не можешь посетить все предприятия чтобы их сравнить ты можешь посмотреть сухие цифры и понять интересно или неинтересно вот так же самое я первый раз когда выступал на РБК в 2007 году как раз я сказал что скорее всего грядет кризис и начинался он как раз с тех же с тех же самых слов с которых сказал ты когда например пустыри стоит недвижка и никого там нет точно так же я в 2007 году первый раз когда меня пригласили на РБК вот еду по Каллендс Эвеню это там образно центральная улица в северном Майами там где живет самое большое количество русскоязычных я смотрю стоят эти гигантские дома по 40 по 50 этажей и два огонька то есть просто люди скупали и потом как раз с этого и начался коллапс потому что квартиры иногда в день по 3 по 4 раза перепродавались фантастика фантастика это было не то слово фантастика к сожалению ты знаешь она очень быстро заканчивается и в принципе в 2007 году когда я выступал я как раз сказал что кризис скорее всего начнется там с кризиса недвижимости я не такой экономически сильно потянута как ты я в принципе выходец из дейтрейдинговой среды но как ты правильно сказал я просто вот говорил то что я видел как и ты ты видишь ты абсолютно правильно говоришь что например со сталью если же ничего не произойдет то маржа будет уменьшаться до таких пределов где просто будет страшно образно содержать предприятие потому что долг может моментально не дай бог что-то произойдет какая-то составляющая например там коксующий уголь поднимется на 30-40% составляющая тут же образно падает ну здесь наверное по-другому здесь страх именно в том что цены упадут потому что Австралия вот это отличный пример для нашей металлургии компании строят свои рудники в тех местах где никто не живет там ничего нет и компании вынуждены построить рудник электростанцию железную дорогу порт и купить корабли представляете ни одна наша компания этого не делает как только вы получаете лицензию на какие-то жирные угли вы тут же начинаете плакаться в правительство ой дайте нам построить дорогу давайте субсидии и прочее никто у нас еще не построил таких предприятий ни одна компания у нас даже нет в этом экспертизы по большому счету а в Австралии все это делается и время работает против нас руда дешевеет коксующийся уголь дешевеет наше богатство то что еще недавно начало когда компании делали деньги все это падает 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 а стоимость вашего передела растет растет вы становитесь неэффективны тогда другой вопрос из этого возникающего мы уже переходим на экономические темы что в принципе я уверен на сегодняшний день гораздо более интересная тема чем например просто купить и продать какую-то акцию что ты думаешь там ближайшие 3-4 года именно в России то что ты говоришь это очень негативная составляющая если например нефть будет держаться ну хорошо мы продержимся а что ты видишь там в России в ближайшие 3-4 года застой это мягко говоря возможно будет какой-то провал если цена на нефть действительно окажется в следующем году 80 долларов значит сальдо нашего платежного баланса по счету текущих операций будет ноль и любой приход уход денежных средств отсюда это сразу скорее уход провоцирует падение рубля я думаю что люди которые сейчас находятся во власти у них уже достаточно большой опыт они прекрасно понимают все наши проблемы и в общем-то мы не сможем модернизировать нашу экономику за полгода как бы мы этого не хотели мы чересчур большие и за год не сможем да и за пять не сможем хотя деньги у нас есть скажем резервы есть в целом деньги какие-то есть и можно было это сделать но не получается и в этом плане конечно самый большой соблазн это опустить стоимость рубля в этом случае начинается работа еще за вчера вы бы работали в ноль делаем рубль 35 или 36 у вас появилась маржа в 10 процентов и вы уже начинаете что-то там зарабатывать да вопрос только чтобы эти деньги были и время не было потрачено впустую иначе вы все время будете заниматься вот этой ерундой а через 10 лет будут новые технологии и если вы их не внедрите вам придется уже девальвировать не на 20 процентов в 2-3 раза чтобы как-то конкурировать а ты вообще себя считаешь как раз негативным человеком или позитивным я думаю что в первую скептик в первую очередь нужно понять что ты не можешь сделать если ты не можешь поднять штангу 300 килограмм ты не сломаешь себе спину руки ноги вот дальше ты начинаешь смотреть что ты можешь делать то есть ты идешь образно от частного вернее от общего к частному в общем да а тогда такой вопрос по поводу российской энергетики то есть действительно ситуация крайне неблагоприятная твое мнение энергетики топливный энергетический сектор или фосол то что мы достаём из земли или электроэнергетика электроэнергетика ты видел же что с рынком произошло падение на некоторых акциях достигали 70% во многих случаях электроэнергетика держалась на обещаниях правительства на планах либерализации этого рынка на введение возврата на капитал в сетевых компаниях изменение этих планов неоднократно приводит к тому что люди перестают верить а почему перестают почему происходит все это дело потому что объективно электроэнергия стоит дорого и для наших мощностей опять же возвращаемся к металлургии это очень дорого пример богословского завода алюминиевого чтобы переплавить тонну алюминия вам потребуется наверное на этом заводе 16-17 тысяч киловатт если ваша стоимость 10 центов или там 9 центов вы тратите полторы две тысячи долларов только на переплавку не забывайте только электроэнергия мы не посчитали труд но вам нужно еще две тонны алюмины туда привезти которые стоят 600 долларов вот вы получаете себестоимость только только вот по этим двум компонентам 2400 долларов там 2200 долларов а этот алюминий извините стоит 1850 кому он нужен то есть изначально убыточное да плюс еще вы заплатите РЖД за две тонны сюда и тонну отсюда вы отдадите еще дополнительно там стоили 110 долларов за тонну за тонну плюс плюс еще рабочим нужно отдать у вас сумасшедший сумасшедший оверхед колоссальный да в Челябинске допустим Челябинске цинк тратит на только на оплату электроэнергии столько же денег сколько Корея цинк берет своих клиентов за передел да вообще обалдеть дорогие друзья у нас очень интересный гость Максим Орловский директор компании открытие капитал прямой эфир 6510996 звоните задавайте вопросы перерыв на короткую новостную передачку дорогие друзья еще раз доброе утро 6510996 в гостях очень интересный гость наша передача получилась с самого начала из очень простых и перешла в более глобальную за что тебе естественно Максим Орловский директор компании открытие капитал огромное спасибо и у нас есть телефонный звонок Константин доброе утро вы в эфире доброе утро расскажите пожалуйста Максим есть ли у вас взгляд на рынок недвижимости в России то есть в Америке кризис падение цен на недвижимость в Европе то же самое в России этого не происходит тем не менее рост составляющих недвижимости он как бы тоже зашкаливает есть ли у вас на это как бы объяснение взгляд на каких пределах это все будет продолжаться спасибо видите Костя какие нас люди Константин огромное спасибо вам Максим видите какие нас люди слушают интересно я думаю что этот рынок это производная от состояния всей нашей экономики до тех пор пока нет будет дорогая государство будет перераспределять за счет высоких налогов дохода среди граждан цены на недвижимость будут находиться на этом уровне чтобы они упали или начали стоять должна припасть вначале цена на нефть и дальше мы наверное увидим постепенное снижение темпов роста остановление где-то мы увидим и падение это будет наверное не так все быстро все-таки это будет с лагом самая тяжелая еще составляющая вот что молодой человек сказал и в Америке и в России это то что есть Москва есть Нью-Йорк и есть все остальные города по поводу Нью-Йорка например за последние два года больше 15% рост то есть все крупные города на самом деле показали очень уверенный рост по стоимости недвижимости жилья в первую очередь мы не говорим коммерческого Москва не исключение а все остальное в целом да но посмотрите цены если мы говорим в долларов в условных единиц цены сейчас в Москве все-таки ниже чем они были на пике соблазнили всех наших радиослушателей у нас Дмитрий на проводе Дмитрий доброе утро нет Дмитрий Дмитрий пропал будем ждать звонка Дмитрия возвращаемся к 2007 году когда мы с тобой общались за чашкой чая ты мне сказал что ты в принципе был готов вот как происходила вот эта готовность и какие сподвиги у тебя были ты в принципе уже был умнее на 8 лет включая 99-й год то есть у тебя были какие-то заделы что тебя сподвигло в седьмом году как мне казалось рост цен на многие комодитис был настолько большим а центральные банки продолжали ту же политику по сглаженному росту денежных агрегатов и накапливается дисбаланс между ценами и денежной массой или скорость должна денежной массой увеличиться или цены должны были упасть исходя из известного уравнения товарища фишера все это казалось не совсем sustainable я не обладал на тот момент настолько большими знаниями чтобы точно сказать где будут находиться издержки по нефти по всему миру насколько это почему так происходит как где остановится китай в своем росте будет ли бум Shell Gas and Oil в США или не будет но в целом цены казались не sustainable здесь выход был только один или центральные банки все начинают печатать деньги или потихонечку эти цены на мой взгляд должны были упасть поэтому к концу седьмого года я начал готовиться к тому что это может произойти и начал потихонечку распродавать активы я не не подозревал что будет так все хреново настолько да все это серьезно произойдет что можно потом уже задним умом понимаешь что нет ничего страшнее чем когда схлопывается доверие на межбанковском рынке когда огромное количество поскольку как вы знаете количество денег и активов которые постоянно торгуются за эти деньги разница может составлять там 10-20 раз как только все хотят кэш стоимость активов падает моментально в разы в разы вот это было страшно конечно и к какому месяцу образно вы уже были в кеше поскольку у меня в портфеле тогда находилось много акций компании второго эшелона самое страшное что было в следующие 7-8 месяцев это наблюдать за рынком и понимать тогда были еще роста что ты многие вещи уже в принципе не можешь продать ты можешь продать их не в 2 раза дешевле не в 3 раза дешевле есть цены но нет спроса на большие объемы в этом вот проблема всегда когда вы обладаете каким-то большим объемом у вас просто может не быть выхода и вам приходится просто смотреть как изменяется рынок как все тает ну оно может быть и расти но все что вы продаете это копейки нет спроса от больших жирных котов нет денег это самое страшное да и как ты 2008 год встретил ну что же делать пришлось в уме в своем сократить все позиции вот такого плана считать что их не существует и сконцентрироваться на том чем можно управлять и не плакать по поводу того чем не можешь получилось так что на момент кризиса скажем за предыдущий год я просто не заработал ничего а все остальное уже лежало в кейше и ждало свое время тогда падение было колоссальным очень и наверное первое что было интересно и на что я тогда обратил внимание это были долги долги причем если центральный банк россии поддерживал местный рынок путем предоставления ликвидности под ломбардные бумаги то еврооблигации имели ну на тот момент наверное более адекватную оценку допустим трубно-металлургическая компания имела доходность 30% годовых в рублях или 100% в долларах долги были очень интересны ну и соответственно в начале были долги потом были акции а вот сейчас ты занимаешься вторым эшелоном да но сейчас дело в том что большое количество компаний было в свое время поглощено крупными корпорациями были выкуплены эти бумаги сейчас осталось очень много историй неинтересных вот как раз безысходных это очень интересное подтверждение у нас был предыдущий гость он абсолютно теми же словами выразился что и ты он сказал что идея не осталась да он просто сказал говорит да принципе есть там второй эшелон но говорит интересного то что было например несколько лет назад какие-то интриги фишки не осталось да это очень сейчас это единицы реально единицы вы можете увидеть может быть одну две три интересных которые объем не засунешь совершенно верно вот это это основная вещь вы можете у тебя в принципе из-за того что у тебя колоссальная сумма денег тебе просто даже неинтересно заходить туда купить на 200 тысяч долларов или на полмиллиона долларов совершенно верно полмиллиона это иногда уже очень большие деньги и выгоды никакой абсолютно нет даже если ты заработаешь на портфеле этого не видно не видно будет да главное что можно купить иногда но ты понимаешь что ты иногда просто не продашь ты будешь сидеть с этим иногда вечно поэтому нужно ориентироваться в я покупал безусловно секунтир вот во все эти вещи нужно было ориентироваться на те компании у которых потоки вне зависимости от конкуренции денежной будут значительные и если что я буду получать какой-то значительный дивиденд который по своей доходности будет превосходить облигации в два в три раза в четыре раза то есть по сути дела ты сейчас основной пор как раз именно делаешь на облигации облигации и фишки то что хорошо торгуется многие компании имеют большую капитализацию но плохо торгуется например ну посмотрите допустим евраз имеет такую же капитализацию как и алроса только в алросе на полмиллиона долларов наверх вы не каждый день купите и продадите а в евразе это фишка которая в лондоне летает вверх ликвидность обалденно ликвидность самое главное что для тебя да вот сейчас ты сидишь я так понял у тебя портфель да и ты в принципе и в бумагах то что облигации у тебя всегда по критически это я понял то есть у тебя сейчас бумаги есть да что для тебя будет вот этим движком какие катаглисмические катаглисмические составляющие должны тебя как раз подвигнуть на то чтобы выходить с портфеля обратно в кеш большая часть бумаг уже была распродана сейчас была отличнейшая была отличнейшая возможность уйти из многих вещей из ликвидных бумаг в портфеле наверное сейчас доминирует газпром я думаю следующий там 10-15 процентов это будет триггер для того чтобы валить да продать и уйти может быть сейчас будет хорошая инфлос от фондов на мани-маркет может быть это поднимет рубль немножко наш возможно это как-то скажется на наших акциях но в целом это возможность для того чтобы продать потому что время опять же в газовой отрасли играет против нас огромные месторождения которые осваиваются даже в средиземном море уже под носом у газпрома ничего хорошего не суля долгосрочной перспективе все разбирательства в евросоюзе они наверное не закончатся как-то плачевно но это звоночек с каждым разом именно в нефти и газовой индустрии именно добыча становится дороже и дороже с каждым годом это так но по нефти все-таки там есть большой запас потому что государство очень многое занимает в виде налога все-таки там не так все плохо наши в Америке фиксированный налог на нефтяные компании там составляет 25% и все государство тупо просто заберет энное количество там от добычи от оборотов и все в России к сожалению при 100 долларов на юролс компания получает 31 доллар в виде ревеню остальное забирается государством и еще с этого с 31 вы заплатите налоги на имущество на свое и потом с другой стороны есть один большой плюс если государство хотя бы берет то хотя бы образно что-то видно ты же понимаешь что будет если компания получала бы 70% ревеню 70% вот 70% куда-то пряталась бы и этих денег никто не видел богатела бы группа людей да так и было наверное до определенного времени когда они ввели этот высокий налог это абсолютно нормальная составляющая поэтому я считаю что как раз это к сожалению очень правильно потому что когда разбогатеет группа в 5 человек или в 10 человек они просто не смогут осуществить вернее осчастливить весь здоровье возможно но ты же знаешь этих людей и теоретически и практически как это происходило может быть в Корее и в других странах восточных ты можешь направлять их инвестиции ты позволяешь им богатеть но в то же время заставляешь их нести ответственность да проблема в том что когда эти деньги приходят они образно очень быстро куда-то исчезают то есть по сути дела ты знаешь когда начинается опрос населения первый вопрос это давайте придумаем какую-то схему понимаешь хотя в принципе налоги не такие высокие дорогие друзья у нас был на мой взгляд интереснейший разговор интереснейший гость естественно решать вам Максим Орловский директор компании открытие капитал Макс тебе огромное на самом деле спасибо я подтянул свои фундаментальные знания с тобой очень сильно кое-что вспомнил что когда-то забыл оставайтесь с нами еще раз огромное спасибо такому гостю Максим Орловский директор компании открытие капитал всем хороших выходных Максима тебе огромное спасибо что выделил свое время в пятницу утром и пришел к нам спасибо удачи всего доброго спасибо